Как всегда лохматая. Добрый вечер, добрый вечер. Так, ребят, смотрите, пожалуйста, кто посылает запрос на участие в эфире, напишите по какому вопросу, либо это вы нечаянно, потому что это важно. Я просто так здесь не добавляю. Да, лохматая, как всегда, спасибо. Шикарный вопрос. Ребят, пока все собираются, я, наверное, дам быстренько информацию еще раз. Я нечаянно. Все, ясно тогда. Ты его можешь отключить, а то он у меня мигает. Ребят, информация. Во-первых, еще раз давайте... Еще раз давайте я вам скажу про закрытый клуб. Не у всех есть возможность участвовать в марафонах, которые глубокие, да, и не у всех есть возможность приехать на ретриты, которые вот с этого года начала проводить. И поэтому вот этот клуб, который у нас закрытый клуб, я его именно и создала с той целью, у кого разные у нас у всех возможности. Вот, поэтому он стоит до Нового года. Вхождение в клуб, ежемесячная плата 500 рублей, а после Нового года, ребят, будут 800. И я сейчас, кто проплатил, кто не проплатил, я сейчас не отслеживаю. Не отключается. Ну ладно, ничего страшного. Я сейчас не отслеживаю, потому что у меня не поднимается рука убирать из закрытого клуба уже ребят, которым я привыкла. Уже такие родные, старые. Поэтому, что порядок у меня поддерживает сын. Он никого не знает, ему проще с этим делать, поэтому он всех убирает. И если кто-то не успел проплатить, и он убрал, то, ребят, просто опять проплачивайте и добавляйтесь. Все очень просто. Но если после Нового года, там уже будет другая оплата. Если вы пропустили какую-то оплату после Нового года, она в любом случае будет 800 рублей. И 9 числа, когда закончатся все праздники, когда у нас уже не будет столько вкусняшек у кого-то там на столе, то мы с вами запускаем 2,5 недели марафон, такой длительный марафон будет в клубе. То есть первая неделя у нас будет полностью разбор по чисткам. Кому они нужны, для чего они нужны, насколько они актуальны для кого. Чтобы мы четко понимали, что кому нужны эти чистки, кому не нужны. Кто-то может быть на себе приведет. То есть я буду все рассказывать, они будут такие, в любом случае будут все достаточно щадящие. То есть не будет такого, что почистились, а потом лежите, встать не можете. То есть все эти нюансы я буду рассказывать. Потом у нас будет неделя чистых дней. Ну кто сколько сможет, потому что некоторые ребята у меня уже там идут уже очень-очень далеко, глубоко. Вот уже несколько ребят перешли на автономное питание. Не знаю, насколько они продержатся, потому что меняется полностью сознание. Действительно достаточно тяжело на нем продержаться, потому что голова переключается в другой режим. И все, что было, как бы мы ни пытались удержать, оно будет либо уходить, либо другим будет очень достаточно сильно трансформироваться. И насколько вы сохраните то, что вам хочется сохранить, зависит будет только от вас. Но это достаточно такой энергозатратный период, поэтому перейти на автономию, я еще раз повторюсь, это достаточно легко. А вот задержаться на ней, это уже другой вопрос, и он уже достаточно глобальный, я бы сказала. Вот, поэтому с 9 числа начинаем в клубе, у нас идет длительный марафон, присоединяйтесь. Он стоит минимально. Если кому-то что-то не понравится в клубе, то можете зайти просто на этот марафон за 500-800 рублей, мне кажется, это отлично. Вот, и если не понравится, что там какие эфиры есть, либо для вас это будет информация не такая актуальная, то вы можете выйти, не обязательно там, вам пожизненно никто не обещает, чтобы вы там будете, никуда не денетесь. Вот, и мне ребят в личку задают такие вопросы, достаточно интимного характера там. Как меняется сексуальное отношение на чистых днях? Что происходит с женским организмом? Что происходит с мужским организмом? Мы эти вопросы будем, мы уже их обсуждали в закрытом клубе, у нас сохранен эфир. И мы будем обсуждать это в закрытом клубе, потому что на широкую публику, на открытые эфиры, не для всех эта информация, не каждому она нужна. Некоторые воспринимают это в штыки, тем более те люди, которые не совсем в курсе, да, что такое автономия и нужна ли она вообще, что это такое, что это за бред такой. Вот, поэтому это, конечно же, будет только в закрытом клубе, такая достаточно личная информация, она будет в закрытом клубе. Вот, поэтому, если хотите, то присоединяйтесь. Вот, и у нас будет в Сочи 14 февраля, да, скорее всего, 14 февраля, будет детокс-марафон. Мы опять приедем, будем с Рима его проводить, детокс-марафон. Он будет, скорее всего, пятидневный, информацию мы выложим, ну, наверное, к концу этой недели, уже полностью информацию, что там будет, как будет проходить, будет все в том же отеле, вот, потому что он нам достаточно так понравился. Достаточно хороший отель и демократичные цены, потому что это тоже очень важно, чтобы мы не завышали вот этот вот марафон по цене только лишь потому, что нам загнули цены какой-нибудь отель, чтобы этого не было. Вот мы как-то максимально стараемся все скомпоновать, чтобы это было актуально по деньгам. И в начале марта будет достаточно глубокий, но это уже для таких более продвинутых, уже будет ретрит. Скорее всего, он будет в Абхазии. Ну, это мы уже потом скажем после Нового года. Вот, ребят, а сегодня у нас тема очень много... Очень много у нас заявок у меня пришло на почту по ПЦРЯЗу. Это достаточно актуальная тема, и я действительно вижу, что она действительно достаточно актуальная, потому что, ну, у нас уже, наверное, все, что касается кожных покровов, у каждого второго есть какие-то неровности в этом вопросе. Вот, поэтому сегодня мы поговорим про психологию ПЦРЯЗа. Готовьте свои вопросы, я пока рассказываю, потом поотвечаю на вопросы. Что касаемо ПЦРЯЗа, то есть ПЦРЯЗ – это что такое? Это кожа. Что такое наша кожа? Наша кожа – это, во-первых, самый большой орган, который есть в нашем теле. Во-вторых, это наша граница между нашим внутренним миром и внешним. Это, конечно же, то, что отражается на нас. И кожа – это стопроцентная психосоматика, это стопроцентная психология. Почему? Потому что, когда мы формировались у мамы во внутриутробном состоянии, из одного и того же компонента, так скажем, из одного и того же, мы формировались. То есть, что нервная система, что наша кожа, что внутренние органы, волосы, ногти, все-все-все у нас формировалось из одного. Поэтому все, что касается нашей нервной системы, у нас это выбрасывается через кожный покров. Через кожный покров. Что касаемо конкретно именно ПЦРЯЗа, то это больше связано с сепарацией родительской, чаще с маминой. Причем неважно с какой-то стороны, если вас мама отрицала каким-то образом в детстве, даже, может быть, не обязательно в детстве, это может начинаться, когда по каким-то причинам мама, либо папа, тоже так бывает, но это больше, реже, вернее, когда папа, когда не были готовы к вашему рождению, так скажем, да, не будем уж так совсем углубляться в такие жесткие рамки, когда кто-либо из родителей не был готов к вашему рождению. Это первый момент. Второй момент. Когда мама вас родила, и настолько она вас залюбливала, что не готова была спорироваться от вас, то есть она готова была самопроявляться через вас, через вашу любовь. И здесь у ребенка очень часто идет такая нестыковка. То есть, с одной стороны, он понимает, но это, конечно же, не головой, это на подсознательном уровне, это на уровне физиологии, это на уровне того, что заложила в нас природа. То есть ребенок при рождении, понятно, что он всю жизнь будет плюс-минус в одном поле с мамой, как минимум до 24 лет, но тем не менее он уже понимает, что он отделился, и он самостоятельный человек, который уже готов существовать вне зависимости от кого-либо, в большей либо в меньшей степени. И когда мама дает ему вот эту вот материнскую любовь, причем достаточно сильную, когда она проявляет свои какие-то качества, не проявленные в чем-либо через своего ребенка, то у него начинается процесс несоответствия. То есть, с одной стороны, он понимает, что он отдельная единица, и ему нужно как бы отойти от матери, а с другой стороны, он понимает, что это его мир, его мир, который его держит. И вот это вот несоответствие, что отделиться, не отделиться, происходит внутренний конфликт человека-ребенка. Это мы говорим сейчас про детский псориаз, да, который может вылезти и во взрослые, но тем не менее начнем с детского. И вот это вот отсутствие личностной единицы, внутренний конфликт, что и отделение, и наоборот, глобальное прикосновение с матерью, идет внутренний конфликт, и это выражается через кожу. То есть вот этот вот протест, он выражается через кожу. Почему я начала с ребенка? Потому что, когда мы говорим про псориаз, который у нас проявляется достаточно во взрослом возрасте, то его проще отследить, проще зацепиться за те моменты, когда мы поняли, что в нас такое сработало, что кожа дала вот этот вот результат. Но очень часто спрашивают, а что ребенок, вот у него же все хорошо, вот у ребенка бывает так. Причем псориаз, он бывает при избытке, когда мама отталкивает ребенка, либо папа, да, ну, либо кто-то из близких, может быть, бабушку воспитывает, либо наоборот, через чур притягивает. И одно, и другое действие, оно дает сопротивление, барьер через кожу. Вылазят вот эти вот псориазные бляшки. Причем они могут, их можно распределить даже по степени, где они влазят. Голова, руки, локти. Вот, это каждому человеку можно найти, почему это делается. Но это проще сделать, конечно же, у взрослого человека, потому что мы понимаем прекрасно, да, что взрослый человек, когда у него вылазят вот эти вот бляшки, которые чаще всего на голове, это уже идет непринятие самого себя, то есть настолько он сам к себе делает какие-то определенные критерии, которым он сам для себя не соответствует. И вот это вот несоответствие у него откладывается на подсознательном уровне, и выходит вот эта вот барьерность, я бы так сказала, через именно вот эти вот бляшки, которые на голове. Все, что касается рук, локтей, очень часто бывает, да, у женщин, у мужчин, у детей. Ну, у детей реже бывают на руках, кстати, потому что у них еще идет пока через голову, у них не идет через моторику. Это как раз то, когда мы либо отталкиваем, либо притягиваем к себе какого-то человека. Есть несколько случаев, и в моей практике такое было. Это достаточно, наверное, распространенное в любой практике, кто работал психологом, либо клиническим психологом. Когда, расскажу просто два случая, когда, например, мама слишком опекает своего ребенка. Ну, вот у меня был случай, мама очень опекала своего ребенка, сына. Причем сыну было далеко за 30 лет, и он очень увлекался алкоголем. И вот когда он впадал вот это вот в состояние алкогольного опьянения, на сколько там впадал, на неделю, на месяц, вот, у нее шло обострение псориаза. Когда у него шла ремиссия, то есть он выходил из запоя по каким-то своим причинам, у нее то же самое прекращались вот эти вот бляшки, они просто практически растворялись. Вот, это говорит о чем? Это говорит о том, что в первую очередь эта мама не может отодвинуться от своего ребенка. И вот таким вот образом она пытается показать самой себе, насколько она молодец, насколько она нужна для своего ребенка. Причем у мамы и у ребенка могут быть абсолютно идентичные заболевания в плане псориаза. Они могут одновременно заболевать как псориазом, так и любым другим заболеванием. То есть у кого-то псориаз, у кого-то другой. То есть если мать не может себя оторвать от ребенка, то она вместе с ним будет болеть, и в стадии ремиссии у них будет происходить одновременно. Вот, это первый момент. И здесь нужно четко понимать, это уже другой процесс, когда мама не может себя отделить от ребенка. Это уже немножечко другое. Здесь тоже нужно по психологии разбирать, почему она не может, почему она самореализуется за счет любви через своего ребенка. Точно так же, когда у нас, я уже наверное много, привет Дашенька, много уже раз говорила, что наше тело, оно очень умное, оно бесконечно умное. Оно настолько нам постоянно дает сигналы к чему-либо. Но мы, к сожалению, их не слышим, поэтому оно нам дает уже вот в такой окраске на то, что не подходит нам. У клиентки, у нее были достаточно тяжелые отношения с супругом. И когда мы с ней начали разбираться, то есть у нее не просто тяжелые отношения с супругом, а у нее дети, у нее быт, она домохозяйка, причем муж ее обеспечивал полностью. Но вот это вот несоответствие того, что она для себя, вот эта вот детская картинка, какой должен быть ее супруг, какой должен быть отец ее детей, какой должен быть рядом с ней мужчина, он не соответствовал тому, что было у нее. И у нее, помимо псориаза, были бесконечные вот эти вот акне, крыщи, причем такие достаточно гнойные. И вплоть до того, что она переходила на такое жесткое-жесткое сыроедение, у нее организм, он облегчался до определенного периода, то есть у нее не было стопроцентной ремиссии. Да, у нее достаточно, достаточно хорошо разглаживалась кожа, так скажем, да, но полностью не проходила. И когда мы с ней начали рассматривать вот эти вот варианты, когда это есть, когда это происходит, что случается, какие факторы влияют именно на то, что происходит с ней. И как ни странно, конечно, ну, в принципе, ничего удивительного, выяснилось то, что когда муж находится достаточно в длительной командировке, это более недели, то у нее начинает все разглаживаться. То есть она попадает в тот мир, в мир тех грез, которые она себе придумала. Она может находиться в том мире, который она себе придумывала с детства, и продолжать фантазировать, что она так живет. Когда приезжал муж с командировки, он ее как будто из этого мира вытаскивал и говорил, как бы, родная, вот я здесь, вот эта реальность. И у нее в этой реальности начиналось вот это вот обострение. И когда мы с ней проработали, понятно, что у нее получилось так, что она все-таки разошлась с мужем, она развелась с мужем, она от него ушла. И ушла после того, когда она вернулась к самой себе и поняла, что ей нужно, что это вообще как бы был далеко не ее вариант. И это настаивали в свое время родители на этом союзе, потому что достаточно обеспеченный был молодой человек. И им абсолютно не важно было, насколько он уделяет внимания, как он относится к их дочери. Главное, чтобы в финансовом отношении у них было все хорошо. И когда она поменяла свою жизнь достаточно резко, достаточно агрессивно это произошло на ее пути, то у нее вот уже в течение нескольких лет у нее не было ни разу никаких проявлений на коже. Это говорит о том, что все-таки, когда мы начинаем себя слушать, когда мы начинаем себя слышать, мы начинаем себя не просто прорабатывать, мы начинаем себя излечивать от самих себя. мы начинаем себя излечивать от тех грез, наверное, которые мы сами себе придумывали. И возвращаемся не просто в реальность, а возвращаемся в реальность с правильным видением её. Потому что почему мы не хотим возвращаться в свою реальность? Не потому что она какая-то жуткая, а потому что мы неправильно её интерпретируем, потому что мы неправильно её воспринимаем. Неправильно её воспринимаем за счёт того, что нам кажется, что если мы придумали что-то, это наш мир. А если мы вернёмся вот в этот, тут кто-то другой главенствует, командует, и мы всё время под чьим-то надзором, под чьим-то присмотром. Ребята, это не так. Я бы, наверное, сказала, это не совсем так. Потому что когда вы меняете отношение к самому себе, когда вы понимаете и принимаете, кто вы есть, то абсолютно неважно, в каком вы мире находитесь. Для вас каждый мир, тот мир, в котором вы на данный момент, он раскрывается абсолютно другими красками. И вы в нём начинаете себя чувствовать просто великолепно, потому что уже неважно, где вы находитесь, главное, что вы есть. И вам с самим собой настолько комфортно в любом мире, что это здорово, это лёгкость, это непосредственность, это непосредственность к жизни, которая просто нам необходима. И я, наверное, ещё раз повторюсь, ребят, что каждая болезнь, которая есть у нас в какой-либо степени, она нам нужна, абсолютно точно нужна, чтобы мы чётко начали возвращаться к самому себе, чтобы мы начали исследовать себя, и чтобы мы начали понимать, для чего нам эта болезнь. Потому что каждая болезнь, которая есть у нас, она нам просто необходима. И когда мы начинаем какую-либо болезнь расшатывать из её гнёздышка, нам нужно чётко понимать не только для чего нам эта болезнь, но нам нужно ещё определить, а что я буду делать, если у меня не будет этой болезни. Потому что мы привлекли эту болезнь для того-то, того-то, того-то. И когда мы понимаем, для чего мы её привлекли, то нам нужен следующий этап. Не просто мы поняли, для чего мы привлекли, и всё, и мы такие замечательные, от неё избавились. Нет. Нам нужно чётко понимать, а если её не будет, вот этот пункт, и этот пункт, и этот пункт, как я получу? То есть каждая болезнь нам нужна для каких-то плюшек, для раскручивания себя, для получения каких-то бонусов для самого себя. И нам нужно чётко понимать, если у меня не будет эта болезнь, через которую я получаю вот эти вот бонусы, эти плюшки, то как я могу их получить, если у меня не будет этой болезни? И если мы для себя абсолютно честно, перед самим собой ответим, как мы их будем получать, то, конечно же, тогда нам не нужна будет эта болезнь, через которую мы так, мы это достаём для самого себя. Ребята, если понятно, скажите, а я сейчас, у меня тут был вопросик, я сейчас его отдастану, он убежал. Когда, когда в присутствии некоторого человека психику перекашивает, теряется собственное лицо, как его сохранить, как наедине с самим собой. А если некоторым человеке перекашивает, нужно чётко понимать, а что тебя в нём не устраивает, что ты в нём принять не можешь. Почему тебе так больно что-то в нём принять? Почему тебе так неприятно что-то в нём принять? Что тебя цепляет? То есть тебя цепляет всегда твоё слабое место. Почему оно у тебя слабое? Почему ты его не проработал и не вытащил на тот уровень, на котором всё остальное? Для чего тебе это? Ведь когда мы начинаем, вот смотрите, ещё, если уж мы начали про кожу говорить, да, ещё такой вот важный момент. Когда мы, например, смущаемся, да, вот пришли там, ну, не знаю, там, ну, вот юноши, там, девушки, мужчины, женщины, вот нам какой-то человек, например, нравится очень, да, и мы перед ним смущаемся, мы начинаем краснеть, и ничего с собой поделать, как кажется, нам не можем. Просто лицо начинает пылать, и мы прям как это, как в детстве стоим, и прям ой-ой-ой, застеснялись все. это говорит о чём? Это говорит о том, что мы сами себе в этот момент не доверяем, то есть мы сами себя, нам настолько понравился тот человек, на которого мы смотрим, да, перед которым нам, мы все такие засмущались. Мы настолько его подняли на планку выше, чем я сам, что мы начали смущаться, потому что мы себя принизили автоматически. И вот это вот смущение, оно как бы и говорит, что да, ты выше меня. И что самое интересное, что тот человек, перед которым вы засмущались, он это никогда не оценит, потому что вы уже импульсами, флюидами, энергией, гормонами, чем угодно. Вы уже ему дали сигнал, что как бы ты выше, да, ты молодец, а я-то как бы, ну вот так вот. Поэтому, чтобы этих моментов не было, чтобы вы себя чувствовали при иных, других, ну, достаточно комфортно, да, так бы я сказала, вам нужно чётко понимать, что вокруг вас, в вашем мире, собираются только те люди, которые нужны вам на данный момент вашей жизни. Какие бы они ни были, вы можете навешать на них любые ярлыки, плохие, хорошие, злые, добрые, там, любой ярлык можете повешать. Но если вы чётко будете знать, что этот человек пришёл к вам на ваш жизненный путь, то значит, он именно в этот момент нужен вам для того, чтобы вы извлекли что-либо. Даже если вы чувствуете, что этот человек вас постоянно унижает, оскорбляет, ну, бывает такое, вот, например, там, в какой-то компании или там на работе попадается такой человек, который всё время хочет вас вывести из расстояния, всё время поддевает, всё время там ёрничает, джульничает, там, ещё что-то, и вас это начинает раздражать. Вас это будет раздражать до того момента, пока вы будете к нему относиться неосознанно, пока вы будете к нему относиться, как к раздражителю. Как только вы... Санечки помахала. Как только вы чётко будете понимать, что в вашем мире, ни в чьём-либо, в вашем мире этот раздражитель не потому, что он такой весь крутой, нарядный, деловой, весь такой весёлый, и вас постоянно поддевает, он не для этого, это просто ваш учитель. На какой-то момент, как только вы от него возьмёте всё, что вам необходимо, он уйдёт из вашей жизни. И когда вы это начнёте понимать, у вас не будет... Вы не будете себя чувствовать ни перед кем униженными, вы не будете себя чувствовать ни перед кем обиженными, вы не будете ни перед кем краснеть, и вам не будет неудобно перед кем-то, потому что вы чётко понимаете... Даже тот человек, который знает больше вас, намного больше вас, и он вам, например, показывает на какую-то мелочь, вы батарейку неправильно вставляете, а вы продаёте батарейки, он подходит и говорит вам, что же ты за продавец такой, который не может ставить батареечку. И вы такие, ну, блин, как бы неудобно. Никак бы неудобно. Этот человек вам просто подошёл и сказал, что как бы если уж ты работаешь в отделе батареек, научись. Просто он это выдал вот таким образом, потому что на данный момент для вас актуально, если бы он выдал эту информацию именно таким макаром. Если бы он к вам подошёл, вы потом после этого сказали, ну, ты как бы продаёшь батарейки, неправильно вставляешь, ну, надо бы поучиться. Может быть, до вас это бы так не дошло. Может быть, вы ещё трёх-четырёх клиентов бы обслуживали так и не знали, как подойти к этой батарейке. Но после одного вот такого вот укора в ваш адрес, вы это запомните на всю свою оставшуюся жизнь. Причём это будет касаться уже не только батареек. Придёте вы в обувной отдел, там ещё в какой-нибудь, вы чётко будете понимать, что если вы пришли здесь, то значит вам нужно сделать вот это. Поэтому каждый человек, как бы он себя не вёл, он ведёт не потому, что он такой, а потому что вам это надо так на данный момент. И как только вы понимаете, что он в вашем мире ведёт себя именно так, потому что вам это надо, для вас это уже не будет чем-то таким, неудобным. Для вас это будет просто факт. То есть, например, вот я ребёнку говорю там, ну что ты, вот я хожу, у меня каждое утро начинается с собирания по дому носков. Причём это хорошо, что если я найду пару, чаще всего почему-то у нас вот одни носки куда-то вот растворяются, у меня уже целая коробка по одному носку. Я думаю, что я не одна такая. И как я хожу собираю? Я могу собирать ходить и могу там, и бубнить, что сложно, вечером носки засуну, стиральную машину. И ребёнок ко мне относится, он даже не слышит то, что я говорю, для него это норма. То есть то, что я там хожу, бубню, это норма, это каждый день происходит. И он к этому относится абсолютно спокойно. Ему не неудобно передо мной, ему не стыдно передо мной, ему, у него нет никаких эмоций, то есть для него это норма. Но если, например, он там привёл к тебе какую-то девушку, она сказала бы, ой, у тебя что, носки тут валяются. Он бы наверняка покраснел, потому что он бы думал, ой, ну как бы, чего это я тут так, да? И смотрите, одно и то же действие, а ваше восприятие абсолютно разное. И это зависит, никогда не зависит от человека, что вы себя как-то неправильно чувствуете перед каким-то человеком. Вы себя всегда как-то неправильно чувствуете перед самим собой. Это ваше отношение, не его отношение. Не важно, что он делает, не важно, какое действие, либо какую речь говорит кто-то другой, кто-то иной. Важно то всегда, как вы это воспринимаете, почему вы это так восприняли. И когда вы будете, ну, как минимум чаще всего держать фокус, внимание на себе, то вас не выведет из равновесия никто. Вот есть ещё, знаете, такой пример я вам приведу. Ну, вот бывает такое, что... Мы же, наверное, все наблюдали такие ситуации, когда вот попадает какой-то человек в какую-то нелепую ситуацию, да? Ну, я не знаю, ну вот, например, там... Ну, вот иду я, да, а много там красивых молодых людей. А я иду там, например, и вот кто-то там идёт и на каблуках кто-нибудь. И чаще всего, да, девушка идёт на каблуках, красивые парни, там, ещё что-то. И она всегда настолько, чтобы пройтись именно перед ними, вот прям так, вау! Она настолько вот себя держит в руках, что обязательно у неё либо нога подвернётся, либо ещё что-то. И вот эта вот ситуация, она становится такой нелепой. И она потом будет идти, вся краснеет, белеть и думает, боже мой, ну что же случилось? Но если она к себе будет относиться по-другому, если она к себе, не к кому-то, если она будет знать, что она великолепна в любом случае, она либо пройдёт абсолютно спокойно, либо если она подвернёт там ногу или ещё что-то, она там расхохочется или ещё что-то, ну как бы вот эти вот ситуации. Один нелепость свою сразу же в себе капсулирует, и ему становится ещё хуже, а другой её тут же выплёскивает наружу, и ему дальше хорошо. Когда он в себе её не оставляет, он сразу чух, и ему хорошо. Глуся, приветствия, спасибо за эфир, спасибо, Глазечка. Поэтому если мы что-то оставляем в себе непроработанным, неважно что это, у нас это потом как пружина, я уже говорила вам, да, оно всё время тын-тын-тын-тын-тын-тын, а потом она всё равно выстрелит. И самое что интересно, выстрелит, во-первых, самый неподходящий момент для вас, во-вторых, она выстрелит самым дурацким абсолютно способом, когда вам будет ещё от этого некомфортней. Поэтому не доводите до этого, всё время разбирайтесь, почему вам перед этим человеком неудобно, почему вам неприятны какие-то речи, почему вы некомфортно чувствуете себя при каких-то действиях того или иного человека, почему вы так это чувствуете, почему вы так это воспринимаете, эти ситуации. Сейчас посмотрю, есть у нас на ютубе вопрос. Ребят, задавайте вопросы, а я сейчас гляну. Ребят. Ребятки, есть ещё вопросы? Можно не по теме? Вот, и ещё у нас же тут в Телеграме, ну, наверное, уже все знают, да, что у нас абсолютно бесплатный канал в Телеграме, где ребята делятся своим опытом чистых дней, своим опытом сыроедения, своим опытом какого-то излечения, выздоровления. Вот. И мы сначала, думала, 31-го, наверное, 30-го запускаем там флешмоб, я уже придумала, что это будет. Вот. Я думаю, что это достаточно так будет весело. Вот. И в Инстаграм тоже запустим, тоже 30-го числа. Я скажу, кто от меня принимает эту палочку. Вот. И они будут дальше передавать, поэтому смотрите, 30-го числа будет весело, пока хочет. И пишите, кто где будет отмечать Новый год. Потому что меня спрашивали уже такое достаточно большое количество народа. Я даже об этом никогда не задумывалась. Они спрашивали, будет ли какое-то совместное проведение Нового года где-то в отеле. чтобы, потому что мы же не пьющие, не пьющие и малоедящие, да, вот такие вот люди, такие не совсем обычные. И не все сидят за столами, не все вообще празднуют этот период. Но многие празднуют из-за детей, как бы, ну, все равно детям хочется, все празднуют, а мы такие раз сказали, это не праздник, это ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот, поэтому пишите, где будете справлять. И я думаю, что на следующий Новый год, наверное, мы сделаем такую свою, такую тусовку где-нибудь в более тепленьких местах, ну, может быть, просто где-нибудь в красивом месте, не знаю. И будет у нас, наверное, такой пятидневный на следующий год такой заезд непьющим товариществом. Вот, я думаю, будет круто. Поэтому пишите обязательно, где будете справлять. Мне это очень важно, насколько это будет актуально. Но мне вот написало, ну, как мне кажется, достаточно большое количество людей. И вот с таким вопросом, что я никогда раньше даже не думала, что такое есть. Я думала, все по домам этот праздник отмечают. Ну, там максимум с друзьями. Оказывается, да, вот съезжаются с разных уголков земли единомышленники, и они там зажигают по-своему. Мне кажется, это круто. Как трактовать грибок ногтя? И происходит ли он на сухих, и проходит ли он на сухих? Как быстро? О, Альбиночка, привет. Грибок ногтя. Грибок ногтя давайте я сделаю, потому что это не... Я сейчас не уложусь. Он проходит на сухих днях, да, но там в зависимости идет от повреждений, потому что грибок, он бывает разный. Я вам его раскрою. Давайте попробуем сделать грибок на ногтях. Достаточно актуальная тема. На следующий вторник сделаем его. Хорошо? Если не удастся за 40 дней выйти на автономию, оплата за ретрит возвращается. Еще такой ретрит даже не был. Нет, ребят, это же ваша ответственность. Я же вас насильно вытащить оттуда не смогу. Туда это достаточно... Если он будет 40-дневный, потому что я еще говорю, что это достаточно дорогое удовольствие, я не могу понять, сколько он вообще должен стоить, потому что мне нужно понимать, что 40 дней это... Мне нужно будет где-то жить с детьми, потому что я их на 40 дней нигде не оставлюсь, понятно. У меня вообще дети... Вообще дети всегда со мной. На любых марафонах, на любых ретритах они всегда со мной ездят. 40 дней, естественно, они будут тоже со мной. А нет меня никуда. Поэтому нужно понимать, что это... Где будет проживание... Где мы будем проживать? Где будут проживать ребята? 40 дней это достаточно такой длительный период. Кто еще будет из мастеров в этот период? Потому что... Ну, я мозолить на глазах не буду. И я же за вами не смогу отследить, как вы это делаете. То есть я вам могу дать информацию, а выполните вы ее, либо не выполните, это уже ваша ответственность. То есть я вам говорю, делайте то-то, то-то, то-то. И я знаю, что если вы сделаете то-то, 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 то у вас будет такой результат. Это проверено на мне и еще на нескольких людях. То есть я уже вам сказала, что уже есть несколько человек, которые вышли на автономию. Вышли. Задержатся они там или нет, это другой вопрос. Вы тоже можете выйти на автономию. Вы можете и за 10 дней выйти на нее. Это не обязательно должно быть 40 дней. Просто 40 дней вы более или менее на ней укрепитесь физически. То есть вы можете, четко будете понимать, что ваше тело готово жить без еды и без жидкости. А вот социум, вы в социуме, вы примете в этом состоянии социум или нет? Это другой вопрос. Социум примет вас в этом состоянии или нет? Это другой вопрос. Понимаете, здесь другое уже играет. Здесь намного глубже. Баня, сауна прибавляет здоровье или лучше холод? Ну, холод – это всегда лад. Холод – это лад. Это первый момент. Баня, если она… Если достаточно грамотно ее проводить, то это, конечно же, здоровье. Нам баня иногда просто необходима. Нам она… Она же нас раскрывает. Она позволяет нам ладить наш костный состав. Она позволяет нам мышцы переводить в другое, в иное состояние. То есть на обычном питании, что такое наши мышцы? На обычном питании мышцы, ну, если грубо совсем сказать, это слизь. И когда мы переходим в состояние автономное, у нас начинает структура тела, она начинает меняться. Почему вот мы не берем сыроедов, ребят, не путайте, пожалуйста, тех ребят, которые уже в автономном состоянии, вы, наверное, мы же все уже знаем, что достаточно большое количество людей, которые не едят. Объявляются они в соцсетях или где-то в открытом доступе или не объявляются – это другой вопрос. Но их достаточно много, вы уже все знаете. Единственное, что, может быть, не всегда готовы с этим согласиться, потому что вы этого не прошли. Поэтому нам достаточно трудно думать, что «а, действительно, он не ест». Мы все время же как говорим, «О, он точно ест под подушкой или еще где-то». И в том числе вот эти выездные ретриты, на них же можно смотреть, что ест человек или нет. И то я прекрасно понимаю, что каждый скажет, «Вот она вот перед нами была вот столько-то дней, вот она точно не ела». А потом скажет другой, «Откуда ты знаешь, что у нее там мандарина под подушкой не было?» Это же всегда только ваше восприятие. И вы начнете воспринимать любого другого только через призму самого себя. Либо если кто-то будет ходить за кем-то по пятам. И такой вариант тоже бывает. То есть мне задавали вопрос уже неоднократно. И когда я еще, наверное, была, ну, не знаю, там месяца два, вот такой вот период совсем небольшой, вот, и мужчина говорит, «Ну, а если я приеду вот с вами жить, чтобы посмотреть, что кушаете вы или нет?» Ну, я на тот момент как бы, ну, как бы, приезжай. И я говорю, ну, если вот такое недоверие, оно же все равно никуда не уйдет. Говорят, я пойду в ванну, скажете, там, вам кто-то под ванной там заранее положил мандаринку, там, апельсинку, кусок сала, чтобы пока вы принимаете, там, душ, ванну, вы его съели. Человеку никогда, запомните, никогда никому не доказать, что вы что-то делаете, пока он не примет это головой. То есть, если для нас норма, что человек пьет пиво по пятницам, мы можем не смотреть, что он пьет пиво по пятницам. Он может нам сказать, что я по пятницам люблю расслабиться пивком. И у нас не возникнет вопросов, мы никогда не подумаем, нет, он не прав, он точно не каждую пятницу. Но как организм справится, ну как, будет ли у него финансовые возможности, будет ли? То есть, у нас вот этих вопросов не возникает, потому что мы знаем, что в нашем мире это практически норма. Но если мы начинаем говорить о том, что мы сами не прошли, что нам кажется, что это не совсем нормально, не совсем логично, не совсем физиологично, то у нас всегда мозг придумает те рамки, те барьеры, те отходные пути, за которые мы всегда можем зацепиться и сказать, нет, он точно не прав. Какая оптимальная чистка для взрослого, у которого псориаз? Оптимальная чистка для взрослого, у которого псориаз, ну это, во-первых, облегчить питание. Очень важно убрать специи и соль, очень важно, чтобы в доме появились те травы, которые прочищают печень, но это должно быть минимальное количество. Ребят, обязательно, я уже тоже говорила много раз, не надо всё лучшее сразу. Если вы завариваете чай с какой-либо очищающей травкой, то это должна быть либо одна трава, либо максимум три в одном чайнике, в одном заваривании. Потому что если вы будете дальше разбирать, что это за трава, чаще всего одна трава нейтрализует другую траву. Это очень важно. Поэтому либо всего одну травку заваривать, либо там, ну, две. Что нужно для убирания псориаз? То есть, во-первых, это, конечно же, нужен индивидуальный подход. Я вам сейчас не могу сказать всё сразу, поэтому я вам скажу такие достаточно поверхностные вещи, чтобы каждый на себя это пальтишко не начал примерять, да? Во-первых, это обязательно очистка печени, очистка печени какими-то достаточно щадящими травами. Это обязательно облегчение питания, это обязательно убирать соли и специи, которые провоцируют. И, конечно же, это работа с головой, нужно понимать, откуда это пошло. Всё, что вы внешне мажете, это то, что вы на какой-то период закупориваете поры, которые не дают выйти то, что у вас внутри. Это всё маловероятно. Света, почему психоэмоциональное состояние постоянно меняется? Потому что постоянно меняешься ты, и ты, если себя на какой-то момент приняла вот такой вот, как только погода изменилась, люди поменялись вокруг тебя, ситуации поменялись, ещё что-то, ты себя не смогла догнать такой, какой ты стала в отношении окружающего мира. И твоё состояние, настроение, состояние, оно максимально подстроилось не под тебя, а под внешний мир. То есть, когда мы убираем фокус внимания со своего внутреннего мира, внешний мир начинает нами руководить. Как только у нас фокус внимания идёт на себя, то мы с удовольствием принимаем весь внешний мир. Спасибо за совет, Светлана. Пожалуйста, моя хорошая. Почему родители воспринимают одну и ту же информацию от разных людей, воспринимают по-разному? Если говорит их ребёнок, то они игнорируют это. Если услышали от посторонних, то ценят. Есть такое. Да, это очень часто, и это не только от детей зависит, это же вообще зависит от того, что когда говорит близкий человек, мы близкого человека своего воспринимаем вообще по-другому. Мы воспринимаем его энергетически, по-иному. Мы его расцениваем, если вот так глубоко смотреть, мы его расцениваем чаще всего как самого себя. Если мы самому себе не можем дать совет, то мы автоматически отрицаем, когда нам близкий человек даёт этот же совет. Потому что он у нас воспринимается как от себя. Вот вспомните ситуацию, когда вот вы знаете, что вот, ну, не знаю, ну, например, там вы меряете какую-то новую одежду. Вы знаете чётко, какая одежда вам идёт, какая не идёт. Но вы всегда спрашиваете у кого-то, как бы ждя одобрения. И здесь происходят такие же ситуации. То есть особенно если достаточно близок тебе этот человек, это неважно, отрицаешь ты этого человека, либо воспринимаешь прям со всем родным родным. Это отрицание, либо воспринимание – это внешний фактор. Но если ты с ним действительно близок, это на интуитивном подсознательном уровне. И когда он тебе говорит какую-то информацию, ты его интуитивно, эту информацию воспринимаешь как информация, которая уже есть в тебе, от самого себя. И это не подтверждение тому, что есть внутри тебя. А от постороннего человека с другой информационной волной – это как будто бы подтверждение тому, что ты уже знаешь. Ты такой «О, да!». Вот почему, вот смотрите, особенно в детстве, в юности, не в детстве, в юности, в молодости, да, особенно когда там собираешься с подружками куда-то и начинаешь там выбирать наряды и крутиться перед зеркалом. Когда ты одна начинаешь выбирать наряды, у тебя по-другому все складывается. Когда с подружками, то ты тогда основываешься чаще всего на их мнении, не всегда. Но для себя ты отслеживаешь, что не всегда мнение подруги совпадает с твоим. И тебя начинает немножечко переколбашивать, но ты там принимаешь какое-либо решение. Когда ты сама одеваешься перед зеркалом, сама с собой, то тебе всегда комфортнее выходить в люди. Если ты действуешь по состоянию своего восприятия данной одежды, не по состоянию восприятия, что это сейчас модно. Ну да, мне не идет, но это сейчас модно. А от состояния, что мне комфортно, ты всегда себя в любой компании будешь чувствовать комфортно. Если ты нарядился так, как тебе подсказал кто-то, но ты чувствуешь, что этот не коннект, ты будешь по-другому воспринимать. То есть всегда информация, которую тебе дает посторонний человек, это всегда как то, что есть уже в тебе. Он просто это как бы тебе дает защёлку, вот это вот, да, это так и есть. О, точно. А когда близкий человек тебе это говорит, ты же это сам знаешь, но это не подтверждение. Ты как будто бы, вот, не знаю, там, ну, руки у тебя чёрные, там, не отмываются от грибов, да, ты смотришь на них, и они у тебя не отмываются от грибов. Вот, и думаешь, надо вот это вот сделать, думаешь, ну, как бы вот надо. Тебе приходит близкий человек, говорит, надо вот это вот сделать. И когда он тебе озвучивает, близкий твой человек, когда тебе озвучивает то же самое, бывает даже такое, выходит на состояние раздражения. Как бы, да, сама знаешь, что надо это сделать. А когда тебе говорит этот другой человек, мы очень привыкли капсулировать, когда тебе другой человек, говорит, мы очень привыкли капсулировать вот эти вот все наши. Нехорошо перед другим, вот, выдавать такую эмоцию, нехорошо перед кем-то там как-то так себя вести, а перед своими можно. Вот, и ты как бы так, и говоришь, да, вот, правда, правда. Это зависит от эмоционального фона, от эмоционального восприятия. Ребят, у нас время заканчивается. Света, купила полынь, вычитала, что она возбуждает аппетит, хотелось бы не жрать. Да, мои хорошие, она возбуждает аппетит, когда вы на еде, когда вы без еды и выходите на полынь. У нас вот эти вот вкусовые рецепторы, они вычищаются, и когда туда поступает горечь, они как бы закупориваются этой горечью, и вы есть не хотите. Абсолютно по-разному она воспринимается на еде и без еды, поэтому не переживайте. Потом эту же инфу, которую им говорят, их же дети, им же и раскрывают. Да, 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 да. Псориаз и диабет связаны? Связаны. Псориаз и диабет связаны. У нас вообще все болезни абсолютно связаны, и диабет это, можно сказать, что внутренняя сторона псориаза. Про диабет мы тоже можем потом поговорить, что такое диабет. Почему и кто уничтожает людей? Сколько смертей в последнее время? Елена, не знаю, я на этот вопрос не готова ответить. Он такой, достаточно скользкий. Ребятки, если есть вопросы, еще задавайте. У нас осталось буквально несколько минут, чтобы я могла сохранить эфир. Вот, я поняла, что нужно тогда рассказать, еще сделать эфир. Мы запишем, записать мне нужно. По грибок ногтей и диабет. Вот, если еще какие-то вопросы есть, не стесняйтесь, ребят, пишите, пожалуйста, под видео. Если не успели задать вопрос, напишите под видео. Я все комментарии читаю, я записываю себе в блокноте и потом стараюсь это озвучить. Единственное, что если какая-то это общая болезнь, я его раскрываю на обычных вот этих эфирах. А если какая-то интимная информация, то я ее раскрою только в клубе, потому что не все, еще раз повторюсь, готовы воспринимать все вот такие вот, такую информацию. Спасибо, Светочка, спасибо вам огромное. Да, Михаил присоединился, а у нас уже заканчивается. Мишенька, посмотришь в записи, если будет интересно. Ребятки, тогда прощаюсь, у нас с вами, как обычно, незаметно пролетел час. Я вас всех безумно благодарю, мне очень приятно, что вы приходите на эфир и что вы задаете вопросы. В клубе, возможно, более подробная информация про псориаз. Если ты задашь конкретный вопрос, который касается тебя, то я его полностью раскрою. Паническая атака, тревога тоже интересна. Окей, хорошо, постараемся все успевать. Всех обнимаю вас, всех люблю, всех благодарю. И пишите, кто где будет отмечать Новый год, чтобы понимать, что действительно стоит ли нам следующий год делать, чтобы мы с своей огромной компанией встретились где-нибудь. Можно ли проводить и как самопсихоаналитику? Конечно, можно. Здорово. Здорово будет, если сами себя сможете прощелкать. Но это очень сложно. Я себя очень долго прощелкивала. Я прям записывала себя на диктофон, а потом самой себе отвечала. А что за клуб? Закрытый клуб. Закрытый клуб. Вход до Нового года 500 рублей в месяц абонентская плата. После Нового года будет 800 рублей. Вся информация есть вот здесь вот на моей страничке. В топлинке там такая синеньким светится. На нее нажимаете. И там полностью, полностью вся информация. Поэтому, ребят, присоединяйтесь. Буду рада вас всех видеть. Очень вас люблю, очень вас ценю. Спасибо, что вы есть. Всех обнимаю. Всем пока. Спасибо.